Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня хочу поговорить по поводу того, с каких песен можно начинать слушать олдскульный трэш-метал, чтобы максимально мягко зайти в жанр и при этом сложить представление, что же из себя этот самый олдскул трэш-метал представляет. И кстати, о песнях об олдскуле. На последнем стриме мне закинули трек под названием «Это трэш» группы «В рот мне ноги». Я ознакомился с данным коллективом и вот что могу сказать. Это молодая банда из Красноярска, на данный момент состоящая из двух человек. Чуваки решили не ждать, пока наберется полный состав и уже запилили сингл по олдскулу. Аутентичные рифаки в духе метров Bay Area, запильное соло, угарный текст, в общем, все по канонам. Песня очень недурно записана, а если учесть, что это DIY, то тут только респект. Кстати, парни ведут влог и, судя по их видосам, фонтанируют идеями. И я так понял, что следующий трек уже на подходе. У меня есть предчувствие, что эта банда стрельнет. Я буду следить за теми движухами, которые ребята наводят в своем паблике ВКонтакте и вам тоже советую присмотреться к этим ребятам. Ссылку оставлю в описании. Переходите, смотрите, слушайте и передавайте группе в рот мне ноги. Привет от Депрайза. Ну а теперь я расскажу о 10 песнях, которые, по моему мнению, отражают суть трэш-металла 80-х. Из которых без особых ментальных проблем можно будет перейти на что-то более кучерявое. Полностью объективным быть, конечно же, не получится, так как все равно захочется вернуть выпуск свои любимые треки. Так что это все равно субъективно и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции. Мы будем продвигаться от простых треков для восприятия к более сложным. И хочу прям подчеркнуть, что песня расположена не по увеличению сложности исполнения и навороченности структуры, а именно по увеличению сложности восприятия. На 10 место я поставил трек The Four Hossman с дебютного альбома Metallica Kill Em All. Он быстрый, динамичный и с достаточно большим для своего времени количеством сменяющих друг друга рифов. Красивым мелодическим отступлением, которое, кстати, Metallica почему-то очень часто пропускает на своих живых шоу. И аж с двумя гитарными полноценными соло. Трек был написан Дэйвом Мастейном и изначально назывался Mechanics. Впоследствии Дэйв включил его в свой полноформатный дебютный альбом Mega Dead, Killing is my business and business is good. Я выбрал The Four Hossman, а не Mechanics, потому что версия Metallica лучше записана, мягче звучит и медленнее, что делает рифы более читаемыми. Также в Mechanics отсутствует мелодичное отступление в середине песни. Ну и будем честны, Хэтвилд гораздо лучше справился с вокальной партией, нежели Мастейн. Если что, то текст в этих двух песнях разный. Лично у меня претензий к вокалу Дэйва Мастейна нет и песня группы Mega Dead еще будет в этом списке. Но конкретно в случае The Four Hossman и Mechanics я думаю все очевидно. Минус The Four Hossman, который может стать проблемой для неподготовленного слушателя, это хронометраж. Более 7 минут. На 9 место я поставил трек группы Exodus Metal Command с дебютного альбома Bonded by Blood. Это заводная песня с приятными рифаками и взрывным припевом. К тому же здесь есть обмен с эликами Рика Ханалта и Гарри Холта. Ну и конечно же из-за неуемной харизмы вокалиста Пола Беллофа. Минус это конечно качество записи, хотя в принципе оно здесь отображает классические ранние записи трэш металла первой волны. Но огромное количество дилей накинутого на вокал все-таки может поднапрячь. Восьмое место английская группа Zendrix с песней Balance of Power. По сути эта команда не очень оригинальна в своем творчестве. Но в данном случае то, что она похожа на всех сразу и является ее плюсом. Здесь можно оценить ништяки олдскульного трэша в довольно неплохом качестве записи. Да и сам трек Balance of Power отличный. Седьмое место Over the Wall группы Testament. Это драйвовый трек наполненный аутентичными трэшевыми лепаками, сыгранными со смещением акцентов. Конечно же с прекрасной подачей вокалиста Чака Билли и с безумно шикарным гитарным соло. Из минусов опять же только качество записи. На шестое место я поставил команду Megadeth времен их золотого состава. С их культовым в металле альбомом Rust in Peace и с не менее значимой песней Tornado of Souls. Это бессмертная классика. Отлично собранная и проработанная песня с прекрасной структурой и охрененным соло Марти Фридмана. Вокал Мастейна это штука на любителя, но это один из элементов, создающий неповторимый саунд Megadeth. Пятое место Overkill и их песня Illumination с альбома The Years of Decay. Прекрасное сочетание драйва, скорости и подачи. Хороший звук, мощный припев, прекрасное соло. В треке есть как минимум три хука, которые делают из песни настоящий хит. Но опять же вокал Бобби может показаться чересчур высоким и даже писклявым. Четвертое место опять Metallica, но на этот раз с мощным боевиком Battery с альбома Master of Puppets. Красивое вступление с наращиванием динамики, за которым следуют пулеметные рифаки. Взрывной припев, хуки, интересная структура. Здесь есть все и это все сносит как залп из пушки. Неудивительно, что эта песня является открывашкой в одном из ключевых альбомов метал-группы номер один. Третье место я отдал немцам Sodom и их треку Engineed Orange с одноименного альбома. Тевтонские трешеры всегда отличались более грубой и жесткой подачей материала. Однако эта песня, на мой взгляд, позволит максимально безболезненно начать знакомиться не только с олдскулом, но и европейской тяжелой сценой. Второе место Creator и их песня Extreme Aggression. Еще одни немцы, но на этот раз мощь европейской олдскульной треш-сцены раскрыта во всей красе. И на первом месте, конечно же, Свеер с их хитом Angel of Dead. Свеер почти злобари, их музыка оказала влияние не только на треш-сцену, но и на дэт-метал. А песня Angel of Dead это настоящий зловещий гимн, и если вы в нее въедете, то она распахнет вам дверь в мир по-настоящему тяжелой и экстремальной музыке. В общем, если бы я только начинал погружаться в треш-метал и не знал с чего начать, то такой список мне хорошо бы помог вникнуть в вопрос. Понимаю, что тема спорная и мнения могут разниться, причем в корне. Поэтому прошу в комментариях под этим видео соблюдать рамки приличия и не забывать проявлять уважение в общении друг с другом. На этом, пожалуй, все. Увидимся на стриме в пятницу. Не забудьте чекнуть группу «В рот мне ноги» по ссылке в описании. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и, конечно же, подписывается на канал. А с вами был Депрайс. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok